Президенты Казахстана и России обсудили важные вопросы регионального сотрудничества и различные проекты для поддержания экологического благосостояния стран. Такаев напомнил своему российскому коллеге о важности реки Урал для Казахстана. От нее зависит комфортная и безопасная жизнь жителей приграничных регионов не только Казахстана, но и России. За последние годы Урал сильно обмелел, и его экосистема также пострадала. Глава Казахстана напомнил Путину о важном совместном проекте для сохранения реки в хорошем состоянии, который был принят еще в 2019 году. Он подметил, что пора приступить к его реализации. По словам главы государства, особое внимание следует уделить целесообразности строительства и эксплуатации плотин на малых реках и организации новых водозаборов. Также Такаев отметил, что Казахстан очень серьезно относится к вопросам экологии и сохранения биоразнообразия. «Как и Россия, Казахстан одна из самых энергоемких стран мира», добавил Такаев. «На добычу полезных ископаемых приходится более 50% промышленного производства, 70% электроэнергии вырабатывается из угля. В то же время Казахстан, несмотря на высокую зависимость нашей экономики от ископаемого топлива, объявила достижение к 2060 году к углеродной нейтральности. Это вполне выполнимая и рациональная задача. Для достижения нулевых выбросов необходимы структурные производственные и экономические изменения. Для этого мы разрабатываем долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития. Россия также продуктивно работает в этом направлении. Поэтому наши правительства могли бы работать вместе над этим вопросом, делясь опытом и передовой практикой. Чтобы исключить негативное влияние на экономики наших стран, имеет смысл выработать единую позицию по соблюдению правил, введенных международными соглашениями в рамках Всемирной торговой организации», — сказал Такаев. Путин, в свою очередь, поддержал президента Казахстана и отметил, что, среди прочего, его беспокоят ядерные планы своих соседей. «Россия предлагает нашим партнерам, в том числе казахстанцам, помощь и поддержку в строительстве и эксплуатации атомных электростанций, когда вы принимаете такие решения. В частности, можно было бы говорить о строительстве в Республике АЭС российского дизайна, но не только», — сказал Путин. По его словам, речь идет о создании целого сектора, который будет включать обучение сотрудников российскими вузами по новым направлениям, связанными с использованием атомной энергии. Влияние атомных электростанций на загрязнение атмосферного воздуха незначительно. Российские специалисты стремятся неуклонно снижать загрязнение атмосферы, совершенствовать технологии и вводить в действие эффективные системы газоочистки. В целом, хочу еще раз повторить, «У России и Казахстана широкие перспективы совместной работы в области экологии и зеленого роста», — заявил президент России. Владимир Путин рассчитывает на активное участие в работе всех регионов двух стран.